Да, 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 и все интересуются, как бы к тебе подкатить. А как ко мне подкатить? Very sexy. Я думаю, что дело, во-первых, в моем противозачаточном лице. Черт с ним, давай попробуем. Очень и очень симпатично и красиво, потому что, представляешь, как она светится и искрится. Останкинская наша телебашня. Садитесь в эту лодку любви, которая никогда не разобьется о скалы. Че это ты живешь такое? Я живу язык. Ты живешь язык, я надеюсь? Острый. Че это? Кто тебе засунул язык? Людовитела Таната только на русский манер. Собственно, как я тебя сегодня, понимаешь, привела просто в храм европейского, забугорного алкоголя. Вот это, мне кажется, не очень актуально в нашей повестке дня. Мы только что обсуждали, куда вставить рекордер в Таню. Выяснилось, что... Нашли. Мы нашли. Выяснилось, что есть масса всевозможных вариантов, поэтому гусары молчать. Ну что? Ну что, я тебя приглашаю. Наслышано, Паша? Ты какое-то заведение открываешь? Слушай, ну, либо я квартиру куплю, либо заведение открою. Одно из двух. Понятно. Этот пес жил в мутке. И раз в твоем заведении будет бар, все непременно, и там должны быть хорошие напитки. This is the point, baby. Тогда пойдем, пройдемся, потому что это то самое место... Где есть хорошие напитки? Здесь люди хорошие. Люди хорошие. Напитки хорошие. Место называется винный склад. И, как ты успел заметить, с улицы мы там еще будем проходить. Да. Это бывший завод. В 41-м году открытый. Господи, как же он назывался. Они делали то ли скальпель, то ли какое-то медицинское оборудование. В общем, что-то связанное с вот этими металлами. Пространство огромное, большое. Ты нам нужен будешь сейчас. И ушел такой. Огромное, большое пространство, которое работает как магазин. И все, что здесь представлено, в большей степени нельзя будет найти в другом магазине. То есть оно либо у Хорики в ресторанах, либо какие-то такие уникальные позиции. Поэтому те, кто любит вино, те, кто любит шампанское, игристые, просто хороший, качественный алкоголь. А мы с тобой про хороший, качественный алкоголь, да? Да? Так и нет. Нет. Поэтому, соответственно, однозначно нужно идти сюда. Я очень хочу выловить администратора, который расскажет более предметно и подробно. Ну а пока можно сделать круг почета. Как видишь, а вот и он, а вот и он. Дегустацион? Да, ну ребята работают, понимаешь, люди в курсе, ребята работают. Мы ставим с вином, ой, фу, с вином, с водой. Так, мать, ты еще даже ни капли, а уже... Я ела язык. Как, смотри, как мы... Так неожиданно? Так неожиданно, боже, как это странно получилось. Конечно, мы попробуем, а вы как раз нам и расскажите, что... Смотри, мне очень нравится их... Как это правильно назвать? Лозунг, стикер-то, помятный? Черт с ним, давай попробуем. Попробуем. Ну, черт с ним, давай попробуем. Что льете, что происходит сейчас? Собственно, сейчас у нас есть новосведская история, вот, чили, с винем блангу, и очень свежий... О, подожди, подожди, я придумал. Мы в Чили, дрочили, я помню такое выражение со времен своего интеллектуального детства. Это пес будет жить в будке. Можно я разбавлю этот вашестенствующий видеоряд с реализованным своим злобством, чтобы наконец-то... Конечно. Мы же для чего вообще с тобой встречаемся? Чтобы подчеркивать, так сказать, твою возвышенность и мою низость. Уи. Уи, маше. Давайте. А далее у нас по чили, того же производителя, собственно, есть красный вин. Здесь два карминера, один помоложе, второй постарше. Карминер будет таким ягодно-овощным, даже немножко пряным. Вот, здесь также каберне-совиньон еще и сера будут. Вот, и два еще образца у нас из Аргентины. Бленд двух сортов, каберне-совиньон и малибе. И здесь у нас бленд красных сортов, уже австралийский, с вывешкой в бочках из-под риски. Я, знаешь, тебе как скажу, если рот твой ненасмотренный, да, если неразвитые вкусовые сосочки, то, пожалуй, ну, в вине вообще сложно разобраться, да, и у меня огромное количество, например, друзей, которым вот это все не упало и не надо, и у меня вино отличается вкусное и невкусное для них. И когда предлагают вот так вот все, конечно, ты стоишь как дурак и не понимаешь, что от тебя хотят. Как это, как это, я все понял. В таком случае, бери купаж, конечно. В таком случае, это смешает. Для того, чтобы первонаперво то, где мы с тобой сегодня будем появляться, и вообще, да, что все это не про снобизм, не про какие-то там вот, да, конечно. Ты слышал эту историю, когда один из винных сомелье, да, один из знаковых, он на конкурс взял бутылку из масс-маркета, там, за два с половиной евро, и это вино было названо исключительным, особенным. Ну, естественно, тут алкоголики, ты же знаешь, как винные алкоголики смотрят на остальных? Вот это вот. Слава богу, я с такими не общался. Значит, и тут же, ну, типа, что вот это вот весь ваш мир вина, вот такое вот сплошное, как бы, да, никому не нужное, сами там ничего не разбираетесь, и пошло-поехало. В общем и целом, можно относиться как угодно, когда ты к этому не относишься. А если хочется начать разбираться, то, конечно, первонаперво, да, можно смотреть, откуда это вино, чего тебе от него хочется, потому что вино на пицце, это, знаешь, как может быть весело, или наоборот, как может быть истерично с битьем посуды, а стоит лишь только выбрать сорт. Да, я знаю, Танечка, поэтому я в свое время бросил пить. Ты просто пил неправильно, без меня. Не, но я как раз в Париже и ходил, и покупал вот эти сами под 2,5 евро, и они мне были вообще норм. Искренне поддерживаю, что напиток там, да, в Европе, когда покупаете в масс-маркете, там до 5 евро можно взять приличное вино, поэтому ничего в этом не вижу. Я в любом случае предлагаю начать наше с тобой утро позднее с белого вина, потому что с красного я дурею. Ну, напиши, я только говорю, ну, вот я не могу себя приучить никак к пить все белого вина, то есть, может быть, потому что я мало ел морепродукты, и что меня до сих пор не освободили никакими устрицами, до сих пор. Может, кстати, ты когда-нибудь это сделаешь. Вполне, вполне. Я бы хотел это сделать не в России, ну, или, допустим, где-нибудь в России, ну, где-нибудь там на Дальнем Востоке или в Крыму. Зря сопротивляешься. У меня в Крым, когда мы ездили по винодельным, одно из мест было бухтом, в которой устрицы эти выращивают, и, в общем, у нас можно получить удовольствие, не меньше. Ну, смотри, значит, что первонаперво нужно от вина? У вина же есть, да, вот эта ароматика первичная, то есть, засовываешь нос в бокал, втягиваешь себя в воздух. Вкусно, пахнет вкусно. Пахнет вкусно, нет, ну, как духи, да, ты же подносишь, ну, чем там пахнет, там, яблоко. Тут тоже это все, это все насматривается. Есть книги, которые называются «Нос вина». Тебе привозят вот такой огромный, не знаю, как это назвать, папку, в ней вот эти ароматы, все, что можно встретить в вине, там будет, их 54. И ты вот насматриваешься, нанюхиваешься, принюхиваешься, в прямом смысле слова, и бесконечно тренируешься, берешь работу на дом, понимаешь? Поэтому нет, нет у меня алкоголизма. Я смотрел французские фильмы, там чувак ходил как раз с такими торчащими из ноздрей штучками постоянно. Он работал в парфюмерной конторе, изобретал, да, сюжет, кстати, был, как говорят французы, нюль. Нюль? Да, нюль. Красиво, мне нравится. У меня теперь уи, ёпт, нюль. Мне кажется, я как л-л-л-л-л-чка могу теперь ходить с Папа-Рижу. Моя мечта сходить, снять с тобой проходку по парижским барам. У меня там есть крутой оператор. Мам, я в телеке. Да, у меня там есть крутой оператор, наполовину француз, наполовину русский, он нас снимет. Вот, он живет. Он нам заплатит? Я боюсь, что он спросит, заплатим ли мы ему, ну что? Ну как? Нам хорошо. А тебе? Смотри, вот это, в бокале вот эту вот историю зачем делают? То есть, первонаперво, конечно, мы с тобой все делали неправильно, смотрят цвет вина, смотрят его... А как оно стекает, да? Да, обязательно, конечно. Ты смотришь вот эту тягучесть, кислотность, да, вот эти все вещи. Это все можно определить на цвет. Соответственно, цвет смотрится... Ты будешь на калиска, а я буду твоей подтанцовкой. На фоне белого. Как они обычно так делают. Мне нравится. Да. И вот это движение в бокале, если не умеется или кажется, что ничего не получится, поставили, покрутили, все получится. Насыщается вино кислородом, соответственно, будет меняться... Это же живой продукт. Поэтому бутылка вина, вообще по идее, она рассчитана на двоих. То есть это по два бокала. Больше не надо. Я знаю. Я сейчас покупаю. Это золотое правило. Но обычно ничего не работает, потому что, ну, как, в смысле больше не надо? Ты только разошелся. И если вот выпивать вино вот так, то, соответственно, оно у вас не стоит. Если вы пьете один и берете какую-то, допустим, бутылку, то есть, да, как вот насматриваете, можно взять, открыть, выпить бокал, поговорить с вином и поставить ее закрыть. И, соответственно, дня три мы с женом вино можем жить. Я думаю, когда же начинаешь говорить с вином, это как раз та самая стадия. Это я. Это я. А мы, да, смотрите, у нас тут дегустация, дегустация. Да, что вы успели, попробуем. Мы попробовали чилийский сувеньон, да? Да. И смотри, ну, теперь вот тебе на контрасте, давайте красный и Каберне-савиньон, да? Вот, так, сейчас, да. Почему бы и нет? Вот так есть и у вас. Ну, два Каберне-савиньона разных есть. Ну, это аргентинская, а это чилийская. Ну, давайте по чили, пойдем по чили. Давай по чили, да. Ну, мы на чили, мы на расслабоне. По чили. Просто чудеса. Вот возьмешь сейчас, и вот эти первые ароматы, на самом деле, мне кажется, это когда, ну, вот, когда насматриваешься, вот, честно, ты знаешь, сколько тратит денег люди, вот, кто шизанулся на вине, и многие ребята же, кто работает, реально не могли, там, не знаю, квартиру в ипотеку начать выплачивать, но берут вот эти, вот, понимаешь, ну, здесь еще не так и дорого стоит. Вот поэтому я не пошел в свое время учиться на Сомелье, хотя мне предлагали. У меня был такой... У меня же есть история, мне предлагали халявный курс, я работал главным редактором, мне предлагали халявный курс, а я как раз болел Францией на тот момент, и это все было бинго. Но при этом это был период, когда у меня, ну, у меня прямо был жестко в стене, я ни капли в рот не брал, то есть... У меня там просто продолжение фразы, у меня же на все продолжение фразы есть. А я забываю, что мальчики же тоже в рот берут вино. Ой, Педаль Дюс, я как раз посмотрел замечательный французский фильм, называется Педаль Дюс. Педаль, это, в общем, так они... Понятно. Педе и педаль. Офигенно. Там очень хорошая комедия, я рекомендую. Ну вот мы с тобой здесь будем определяться, красная или белая. Вот ты как все-таки? Ну я тебе хочу сказать, что вот эта красная мне нравится не очень. Не очень? Да, не очень. А что тебе не нравится? Это что же, знаешь, очень важно. Что это, что не нравится? А что вам не нравится, я понять не могу. Я, понимаешь, из тех тупорылых алкоголиков 90-х, которые пока не научились... Не, не то чтобы выражать свои мысли вот этими вещами. Я могу очень большую словесную конструкцию построить, особенно начитавших Генчарова сейчас, да, как они... У меня будет выпуск, я уже снял проблему, у меня будет отдельный выпуск, иносказательный секс он будет называться. Они там, да, там, страсть, нега, покатые плечи, в общем, вот это вот все, понимаешь, дрожь, пробежавшая по телу и так далее. Он один, да, скучает? Скучаю, да, скучаю. Вот, я не знаю, мне не хватает, я сейчас скажу, что еще мне не хватает. Мне больше белая понравилась. С красным, ну, лично, вообще, естественно, то есть весь мир про красное вино, да, мол, как бы считается, несколько вариаций на тему. Я тебе, извините, что я перебиваю эксперта, я здесь больше чувствую спирт-тягу, чем бы мне хотелось. Есть и такая штука, мол, как бы в белом сложнее разобраться, сложнее почувствовать. Но, может быть, знаешь, еще никогда не забывай, что все-таки вино – это тот напиток, который нужно исключительно выбирать под настроение, погоду, вот это вот все, атмосфера. Это очень важно, очень нужно. Иногда можно вином так засрать свидание, когда ты, понимаешь, зовешь ее, там, не знаю, погулять по набережной, Свердловской, не делайте так, и берешь с собой красное, плотное, тонинное, чтобы, знаешь, чтобы она вот... Я сейчас расскажу историю вообще на огонь. И рот связала. Я как-то позвал девушку, не на Свердловской набережной, я жил на Моховой, мы гуляли вокруг инженерного замка Михайловского, пошел дождь, мы встали, вот там два здания кардигарди бывшие, да, слева и справа, мы встали в портик, и она такая... А вот как бы... Нет, это потом было, это потом было. И она такая... А ты хочешь выпить? Я говорю, ну, в смысле? И она такая хрена коньячок не достает, я тебе клянусь. Тут ругами поставь, это когда она может... Девушка, ангел, блондинка, понимаешь, и тут она такая шик... Со своим... Я такой, ну, как бы, да, ну, в общем, через... Мне рассказывали историю, когда, значит, во время свидания, когда тоже была такая штука, типа, а не хочешь ли немножко выпить, накатить буквально? И, значит, зашли и выпили там, вышли на Дворцовую площадь, и она задралась с этой зеброй в этом, как в костюме. И он, говорит, я стояла, говорит, ты не очень понимал, что нужно делать. Даня, нам надо дальше двигаться, поэтому давай. Давай двигаться. В общем, идем по белому или по красному? По красному, конечно, да. А я пойду по белому. Да, да, да. Мы двигаемся дальше. Нам ничего забирать ниоткуда не надо, да? Нам ничего забирать, ты пока говори, я проверю, что там, как на твою попку посмотрю. Пожалуйста, пожалуйста. Человека. Да, найдете человека. Но здесь, на самом деле, любой человек, которого вы встретите, проконсультирует вас с большим удовольствием. Цены зависят, естественно, от количества. Скидки... Господи, а что, он иностранец? Возможно. Скидки нереальные, соответственно, от покупки коробки, то есть 6 бутылок. Ну и мало того, само пространство, на сегодняшний день мероприятий нет, но здесь лекции, дегустации, транслируют фильмы, выступают диджей. И, естественно, когда нам обещали аномально теплое лето, и, видимо, там у работников гидроминцентра что-то пошло не так. Поэтому, да? Ай, 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 а это мы еще не выпили даже. А ты ко мне не присоединишься? Нет, я не хочу, я не могу пить шелковых простыней. Ты не можешь? И шабухи? И шабухи. Шабухи на шелковых простынях. Шабуху на шелковых простынях? Мы с тобой, смотри, значит, можем сейчас прогуляться. Вы где припарковались? А вот где ты сказал, там мы припарковались прямо на набережной. В таком случае у нас сейчас с тобой есть некоторый променад до этой парковки, где я тебя познакомлю с еще одним заведением. И как вариант, когда берется эта часть, мы вообще надо заметить зрителям о том, что сегодня выбрали не центр города, а петроградскую сторону. Ну, слушай, сейчас это вполне себе центр города. Ну, я имею в виду, что турист, например, приезжающий, да, или ребята, которые не из Санкт-Петербурга, конечно, для того, чтобы найти это место. Если внимательный турист, о, Стрилов, великим. Да, я, кстати, скоро буду снимать выпуск про этот велосипед. Вот там находится действительно церковь проекта Тона, сохранившаяся. И дальше там, соответственно, место, где сделали взрыв на даче Столыпина. И у меня есть об этом выпуск, где с таким эгокезом черненьким хожу и об этом рассказываю. Дача Столыпина же нет ни в фундаментах, ни в чем. Не-не-не, ну, более того, это не дача Столыпина, а вообще ведомственная дача была. Просто конкретно он тогда был министром внутренних дел, и ему она полагалась по статусу. Вот. И там, да, там ничего не осталось. Более того, там в советское время не было и монумента на этом месте, его бы нахрен снесли. Сейчас он восстановлен по понятным причинам, потому что у нас есть определенная замена идеологиям. Случилось чего опять? Что не день, то новости. Да. А мы будем держаться вот туда левее. Мы будем держаться корней, как пел один прекрасный человек. Район этот, такой, на самом деле, точка притяжения современной молодежи в том числе, потому что, допустим, на профессора Попова, медиков, вот этот вот кусок, он, как видишь, активно застраивается. Да, я присмотрелся, я, честно говоря, давно здесь не был, потому что я его... Ну, ты же все время пролетал этот проспект, я когда-то жил в Академической, да, и вот на Петроградку у меня путь пролегал. Потом ты по набережной едешь, ты... Здесь всегда, это была действительно такая промышленная зона, здесь был стадион, а там, соответственно, институт мозга. И вот, это все, все, что, как бы я знал об этом районе. Теперь тут огромное количество жилищных квадратных метров и, в общем, даже неплохих. Я сюда точно так же попала благодаря тому, что друзья мои снимали здесь квартиру в одном из этих комплексов. И я совершенно иначе взглянула на вот этот индустриальный кусок, который ты обычно не удовольствуешь вниманием. И спешу заметить, что здесь вечером очень и очень симпатично и красиво, потому что, представляешь, как она светится и скрится. Останкинская наша телебашня. Нам, знаете, ребята, как нужно вообще в идеале, нам бы, конечно, как-то проскочить. Насквозь? Насквозь, да, туда, на парковку. Как ты думаешь? Надо дождаться какого-то местного аборигена. Или вот там в улицу. В улицу. В улицу. В улицу. Детка, тебя куда? В улицу или... В улицу. Ой, слушай, все время там очень много признания в любви тебе. Да? И да, да, да. И все интересуются, как бы к тебе подкатить. А как ко мне подкатить? Для этого у вас должны быть стальные нервы, большие яйца. Финансовое, да? Независимо. Что-то защемило где-то. Чтобы, понимаешь, чтобы ты мог подумать уже о душе, понимаешь, а не о насущном. Мне же... Паш, я же взрослый человек, понимаешь, мне вот эти... Подожди, тебе же 18 было год назад. Ну, да, и пока сохраняется 18. Я взрослая, мудрая женщина. Мне не 17 лет, мне 18. И поэтому, конечно, хочется, понимаешь, знакомства уже не таскаться по эмоциональному качелю, мне накаталось. А как-то, знаешь... А уже какие-то другие качели предложите там. О высоком, о прекрасном, о душе, понимаешь? Что-то уже такого хочется. Поэтому катите, катите, катите. Ну, мальчикам же надо еще присунуть, понимаешь? Мальчики такие. А я что против? Ну, ты такой вообще сумасшедший, ненормальный какой-то. Слушай, мне... Пойдем сюда. Сюда? Смотри. Значит... Пошли сюда, как у тебя концепция меняется. Стой, я подожду. А я передумала. А я тебя нечаянно за сиську тронул тем временем. Нашел? Да, ты знаешь, я обнаружил. Это лосик. У тебя тут была фотография в Инсте. Я увидел там соски. Вот их увидели все, их не увидела сначала я, понимаешь? А это так бывает. У меня была такая же история. Я тоже снялся, и мне такие, типа, что соски вытащили? Какие соски? Я буду бесконечно водить туда-сюда, потому что меня разрывает между двумя местами. Но вот там место будет поинтереснее, и у нас там машина стоит. Поэтому все-таки туда. Мы не первый же, в смысле, не последний год. Очень, да, очень, очень надеюсь. За всеми этими. Я, значит, делая фотографию, первично обратила внимание на готи... Я же тебе говорю, понимаешь, о душе. На готические интерьеры, на окна эти резные и красивые. И на витражи. Мы ходили в особняк Кельхов. Ага, да, там красивые. И поразилось мое внимание. Я там не была никогда. Сначала думаю, боже мой, какие нувориши, какой кич. Ну, в плане... А потом, когда начинают рассказывать историю фамилии, историю семьи, я думаю, а, так какой кич, какие нувориши. Все сходится. И поняла я, что истории совершенно не меняются. И вот эти люди, ну, никого не хочу обидеть, оскорбить. Мне кажется, это такой период становления, который многие проходят. Когда хочется брендовое, когда хочется заявить о себе посредством чего угодно. Ну, потому что по-другому тебя еще пока нет. И поэтому Шанель скажет все за меня. Вот это она будет так большая. Я вот в свое время понял работы в глянце, чем Петербург отличается от Москвы. У нас даже вот в главном оплоте, этого всего гламура собаки Ру, все-таки по-другому относились к всей этой требухе, чем в Москве. Потому что вот в Москве реально у тебя должны быть бирка. Вот она вот, причем желательно, чтобы она, знаешь, вот так вот наискосок была. На тебе написано. Эту моду же ввели, как правильнее сказать, толерантнее, афроамериканцы, когда вставал вот этот вопрос, что, значит, способы зарабатывания и количество денег, которые можно зарабатывать наравне с белыми, а вход в бутики или в какие-то эксклюзивные, там, не знаю, места им был заказан, потому что они черные. И тогда появляется мода, которая потом вот перерастет вот эти вот всерыночные ларьки, где вот с ног до головы все это в брендах, 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 когда похоже, знаешь, на подкладку, ну, которая вся-вся вот прямо исписана. И ты вот как бы весь в бренде. Так что это тоже отдельный вид. Пожалуйста, раз уж мы заговорили про подкаты и прочее, вот, ну, что он, я этим не занимаюсь никогда. Нет, нет, вы что, я, не надо на меня даже показывать пальцем, я одинокий серый волк черный. Ну, давай, давай, ну, и что там? Самый, вот что вот тебя максимально раздражает? Ну, вот мне рассказывают все различные знакомые, да, которым пишут в инсту, там, еще куда-то. И они говорят, я думаю иногда, а что вот в голове у этого человека? Разорванный фронтон. Ну, то есть, вот он думает, что вы как? Я же даже не про дикпики, а вообще там, ну, вот, про какие-то такие странные заявления. Ну, то есть, а на что он вообще рассчитывает? То есть, он что, как? Ну, хорошо, давай просмотрим. Меня может не раздражать, мне может стать смешно и дальше мы никуда не поедем, когда человек начинает, ну, как бы, как сказать, изображать свою важность и ценность на очень материальных вещах. У меня много денег, вот у меня большая машина, вот я там купил то-то, вот я маме там купил то-то. И ты думаешь, ну, молодец, хорошо, ну, когда второй час человек, ну, как бы, я думаю, а больше что-то еще есть? В то же время, конечно, понятное дело, что, ну, когда совсем нет этой финансовой составляющей, он такой, люби меня, какой я есть, ну, хорошо. Но когда мы познакомились в школе, например, да, и когда тогда окей, ну, когда ты ничего не видел, ничего не знаешь, и тебе как бы не с чем сравнить и посмотреть. Так что вот эти балансные вещи, это очень важно. А вот еще баланс между наглостью и галантностью, потому что у меня бывали разные случаи. У меня, например, прокалывало, когда я встречался с какой-то там, знаешь, тургеневской барышней, я такой включал эти свои, вот. А иногда наоборот, я как бы вспоминал, что я владею определенным слогом и прочими, и прочими. Это случается раз в пятилетку, не надейтесь. И это тоже канала, то есть вот канала. Давайте не будем забывать о девушке, да? Ты же прекрасна. Мы же когда говорим про, не знаю, вообще про взаимоотношения, ну, ты же всегда, ты смотришь в человека в глаза и понимаешь, можно сейчас мутюкнуться или Шопенгауэр ей слегка сзади, понимаешь? Ты как-то и выбираешь, выбираешь. И причем, посмотри, какой выбор я предоставила, понимаешь, мутюки и Шопенгауэр. Вариантов больше нет. И если вообще о наглости, ну, без перебора, когда в этой наглости не принимают участие третьи лица, официанты, не знаю, там, да, люди, то есть, ну, вот, сервисы, друзья, не знаю, все, кто вас окружает, окей, сколько угодно, сортирный юмор, я не знаю, жесткие какие-то шутки, да все можно снести, если оно уместно. А вот когда третьи люди, то есть ты начинаешь за счет них что-то делать, это некрасиво, это неловко, я не хочу в этом участвовать. Ну, и, конечно, если это агрессия, то есть, да, если это какие-то провокации на то, что сейчас будет драка или что, ну, какие-то еще там что-то нужно показать человеку, я как бы, ну, я там вообще обычно вызываю такси, и меня нет. А как часто вообще к тебе пытаются... Я думаю, что дело, во-первых, в моем противозачаточном лице, потому что обыкновенно вот так по улице, особенно если я, понимаешь, накрашена не с тобой и не улыбаюсь, то выгляжу я, ну, как человек, который может послать нахер. Ну, так это же и можешь послать нахер. Теоретически, да, но, в общем, редко. Ну, и к тому же у меня социальная жизнь, она, в общем-то, только в работе. То есть я появляюсь там в людях, когда я на работе. А в остальном, ну, общественный транспорт, его нет. Заведения какие-то чаще всего я там не одна, если только это завтрак. То есть, в общем, ну, как бы сужается. Круг, поэтому, чтобы вот так выхватить, я думаю, знаешь, не стесняться, потому что, ну, а что нет, когда да? Поэтому вот касательно девушкам этот совет, типа, что, ну, подойди, сама познакомься. Тут вот как бы, ну, не знаю, можно, мне кажется, в какой-то, ну, хитростью, да, там, глазами дать понять, что у тебя тик. Я буквально недавно, мы были в Москве, тоже на фудкорте, в Милский этот парк, бывший трамвайный троллейбус, а сейчас там сделали фудкорт огромный. Вот. И туда приходят такие чики. И я со своей знакомой был, я говорю, они, типа, что, наверное, рассчитывают на то, что их здесь будут кадрить? Ну, мне кажется, фудкорт – это вообще не там место, куда мужик идет для того, чтобы девушку познакомить. Мне кажется, судьбы, знаешь, злодейки так иногда бывают удивительные пересечения. Ну, конечно, неисповедимы пути, да, это понятно. У меня, например, тетя моя встретила своего мужа тогда в поезде, разодрав себе в туалете палец на ноге. Он был проводником, и он, естественно, перебинтовал ей этот палец, ну, и вот все, спаситель, понимаешь, в туалете, вот, в поезде. А ты, говоришь, понимаешь, фудкорт. Может, она подавилась, может, я туда давить схожу. Я жду тебя, мой кардиолог. Не, я просто тебя спрашиваю, как это обычно происходит. Он говорит, ну, берется, как бы, этот коктейльчик, ты сидишь и все, начинаешь, как бы, стрелять глазами туда-сюда. Не, ну, мне не так скучно. Я не говорю про твою сию, я говорю, как вот эти телы, короче, которые… Мне, знаешь, как, за что единственное обидно, вот этот… За однополчан. Нет, нет, есть же целая, ну, как бы, да, целая индустрия, структура, там, не знаю, да, как они называются там в Лондоне, типа, gold diggers. А мы идем уже на парковку или мы все-таки в заведение идем? Мы идем в заведение, которое на парковке. А, заведение, которое на парковке. Я же тебе, понимаешь, на фудкорт. И целые эти течения девушек, которые целенаправильно хантят, ну, то есть охотятся, да, на, ну, там, на мужчину. И, соответственно, его благосостояние – это первично. И вот с ним, понимаешь, рядом, там, не знаю, классная его подруга, там, не знаю, жена, может быть, да, которая видела период этого становления, там, еще что-то, еще что-то. А тут приходит она. Понимаешь? Она всегда красивая, она всегда веселая. У нее не болит голова, у нее вообще все хорошо по жизни. Ну, не факт, что все гадает. Блядь, естественно, нет. Конечно, нет. Пойдем, выпьем. Сейчас, понимаешь, все у меня. Несет. Мы сюда идем? Да, смотри, вот этот, понимаешь, это рай. Это рай, не перфекциониста. Тык-тык-тык-тык-тык, немножечко забыли славу. Смотри, значит, здесь красиво вечером, потому что вот этот экран видишь? Да, там порнуху показывают. Это кинотеатр. Ах, если бы, ах, если бы. Не жизнь была, а песнями. Think twice. Кино. Кино на парковке. Приезжаешь на машине, настраиваешь радиоволну, платишь там везной этот билет, смотришь кино с 10 вечера, насколько я знаю, не здесь. И здесь же можно вот такая... Можно я передам привет? Маме кому-то? Нет, одному человеку, с которым очень хорошо смотреть кино в машине. Ну, конечно, это же твой канал, передавай, человеку. Кто я такая, чтобы учить тебя жить? Я не общаюсь. Я передаю привет этому человеку. У нас очень... Что там было? Ты обязан тебе рассказать. Ну, мы смотрели кино. Ладно. Не досмотрели, походу. Мне 47 лет. Манапака. Мне нравится. В общем, здесь появилась вот такая вот малышка винная. Малышка винная. В этой малышке винной можно взять вина с собой. Там еще есть фудкорты на той стороне, но просто мне вот очень... Понимаешь, она вот еда, вино и кофе. И вот всего лишь, всего лишь, понимаешь, на парковке. Понимаешь, грустно в этой жизни. Чтобы было, надо, мне кажется, просто придумать это только. С таким лицом уже в предвкушении. Смотри, какая у них есть штука, если там что-то есть. Нет, обычно... Оп-оп, и тут сигарета. Это для тех, кто, знаешь, типа, у вас есть одна штучка, одна покурить. У них вот всегда есть. Вот. Здесь, значит, я бы не сказала, что винные позиции бокальные... Там тоже есть местечко. К сожалению, нельзя. Сказал бы, сейчас нельзя. Сейчас нельзя. Винные штуки здесь, наверное... Ну, я бы не сказала, что прям что-то... Нормальные здесь штуки. Но, тем не менее, что, значит, можно пробовать? Мы уже выставили его на продажу, а вы, подождите, уже звонят, когда... У нас были люди. Я тебе, знаешь, что предлагаю? Я тебе предлагаю бокал игристого. Потому что любую... Пей сама, я... Легко. Я себе предлагаю бокал игристого, я никогда себе не отказываю в бокале игристого. А я вообще сделаю бинго. А я у вас попрошу этот флэт. Булгок по кофе. Ну, я хотя бы хлебу ногу. А мне надо бы сейчас рассказывать про свой опыт работы на вебкам или что-то такое. С кем ты там еще кофе пьешь, понимаешь? Ну, не надо, нет. Но я стараюсь. Люди почему-то принимают эти выпуски. Ну, то есть я же на самом деле стараюсь разных людей показывать. Я вообще-то в прошлом журналисты. В этом плане... А вы знаете, ты иначе. В этом задача вообще-то журналисты раскрывать жизнь во всех ее поставках. Народ иногда совершенно это не считывает. Кто-то, кстати, считывает. Это слава богу. Я тоже, я когда увидела название ролика, я думала, ой, сейчас там комментарии должны застояться. Думаю, зайду, почитаю, пускай завтра. И мне было и так, с одной стороны... Это, знаешь, всегда очень... Люди же мало понимают, когда по ту сторону камеры находишься, и если тебя вообще в принципе что-то связывает там со съемкой, или в принципе начать снимать, начать не говорить какой-то там, да, сорной речью, не употреблять слов-паразитов, вообще думать, когда у тебя петличка, когда у тебя камера... Бокал игристого какого? Бокал игристого... Только. А есть бабл неплохие, да? Да, вот бабл. С учетом того, что, значит, игристая в моей жизни происходит всегда особым поводом. Оно должно быть, естественно, холодное, оно должно быть шампанским или креманным. Я отличаю шампанское или креман. Что такое креман? Креман, это, смотри, способ как бы приготовления... Креман, 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 как, да, ну, шампанское, креман, вино, то есть, да, вот эти вот... Вино, вино, это уж переборщило. Способ приготовления, это же такой же, как в шампанском. Но шампанское могут производить и называть свои бутылки шампанским только те, которые находятся в регионе Шампань, и у них есть особенность во вкусе у шампанского, ибо давным-давно это был океан, да, дно морское. И, соответственно, этот не песчаник, а ракушечник, да, вот эти вот штуки, они дают терруару земли, на которой растет виноград, они дают особый вкус. Но ты его никогда не почувствуешь, если не будешь, ну, как бы, этот вкус развивать. Поэтому, соответственно, будет без разницы. Ты знаешь, кстати, футбольный клуб шампанский во Франции? Как, как? Ханумс, он называется, Реймс. Это, как бы, считается, ну, тоже шампань область. Вот, его иногда комментаторы так и называют. Я, кстати, в этом городе был на велосипеде, его почти весь объехал, он маленький. Ты знаешь о том, что шампанское подавало, ну, шампанское – это регион, много раз подавало в суд на производителей, например, духов, одежды. Даже ковровая дорожка цвета шампань обязана, понимаешь, проходить вот эти вот круги ада, подобно гидам Петербурга с их аккредитацией. Как группа «Металлика», которая тоже на кого-то в суд не подавала из своей жизни. За каверой? Не-не, за «Металлика», потому что это, естественно, тоже и автомобили, и всякое стальное производство, и все такое прочее. И вот у них там мать одного, я не понял, по-моему, что-то не Ларса Удериха или что-то там. Вот она это все выпасала, сейчас-то потом у них целая эта юридическая служба. Вот как ты к этому относишься? Вот с одной стороны, смотри, история циклична. Извините, извините, была прекрасная серия в Сауф-парке. Посмотри, какой несчастный нищий Ларс Удерих, ему не хватает там очередной суперджет. А ты, значит, песню скачал на торрентах, ты, падла какая, сволочь такая, не заплатил деньги. Я к этому отрицательно отношусь. У меня в какой-то момент на «Металлику» моя исключительно маленькая, так сказать, часть тела упала. Ну, не, сейчас я уже это перерос, как бы, поэтому... Ну, а я имею в виду помасштабнее, не только там нейминг как бренд, да, а нейминг как, например, ну, не знаю, как часть истории. То есть, если ты не защитишь это там сейчас, то через там 50 лет оно перепишется, и будет николашник. Мы же просто, видишь, мы же дети... Очень интересно, история меняется. Мы же дети тех, кто вообще, что такое копирайт на самом деле, мы, мне кажется, даже сейчас окончательно не понимаем. Потому что я могу рассказать историю, которая меня просто убила. В нулевые годы, сейчас Глянец умер, в нулевые годы я очень следил за... Что, нету? Я могу варианты жить с сальдом. А, он теплый? Ну, ладно, что холодные, игристые тогда? Есть кава какая-нибудь? Да, как раз кава, которая... Пускай кава тогда будет. Очень клевый. Клевый флэт, да. Клевый флэт, клевый флэт, клевый флэт, опять мы пьем. Нет, вот. Хорошо, что показала ему эту парковку, понимаешь? Здесь люди приедут кино смотреть, ты можешь, в принципе, мне кажется, начать и зарабатывать под шумок. Да. И я мониторил, ну, поскольку мне это надо профессионально, я там делал новый журнал, я мониторил все ведущие западные издания. Одним из самых топовых журналов был журнал «Танк» английский. И я еще тогда абсолютно общаюсь в стиле «О, this is a perfect wine». Посними, пожалуйста, подожди на секунду тебя, смотри, я бокал поднимаю, а тут... Опа! Все так. Как вот, глядели. Откуда, знаю, непонятно. Теперь я покраснела. Ну, ты-ты-ты-пусика. Я написал на самом ломаном английском, хотите, я вам что-нибудь напишу из России. Говорит, да, да. И тогда выходил фильм «Четыре», где Шнур снимался. И вот. А еще с торрентами ничего не было. Я говорю, кстати, и дождь пошел. Я говорю, я им пишу, ребята, нигде не найти. Короче, они мне прислали кассету из Англии с этим фильмом. Причем она там как-то долго, она не приходила. Они там дома переписывались. В итоге я получил, посмотрел этот фильм. Написал рецензию, где было... Они, когда я прочитал ее в итоге, там все было, естественно, переписано. Ну, смысл оставался. Но я поразился подходу. Какой-то хрен, которого они не знают. Из какой-то странной России. Россия прекрасная, я имею в виду, для них. В данном случае. Но они вот так вот, понимаешь... Частные случаи, да. А ты? А у нас? Ну, я не буду рассказывать, как у нас с вами происходило, да, с написанием каких-то материалов. У нас, мне кажется, знаешь, вот это самый большой... Что-то в этом есть от Индии. Там, если поставить, например, то есть этот регион будет загибаться без воды. Не знаю, будут умирать дети и кошки. Но никто вот не поставит эту колонку. Люди будут ходить за там 80 километров за водой в какой-нибудь пластиковой таре. И вот находится какой-нибудь активист, значит, который эту воду туда провел. Но ему необходимо ставить эти колонки на территории там школы или монастыря, чтобы ее никто из местных не присвоил, не начал деньги брать за то, что ты наливаешь эту воду. И мне кажется, это вот такой а-ля 90-е, когда ты такой, о, а чье, а не чье. Первое, что я слышу, сейчас мне рассказали историю, значит, про то, что гидов, значит, штрафуют за то, что они водят экскурсии по крышам. Неофициально все дела, значит, это действительно там... Ну, слушай, ну, это же не всегда гиды, да? Суть не в этом. Суть в том, что, значит, мой знакомый, первое, что он говорит, он говорит, если крыши опустили, я думаю, о, пойду-ка я их займу. Я думаю, ну, мысли форма, то есть теперь они мои. То есть все, вы вышли из песочницы, я туда зайду. Съехала Зара, да, мы туда, оп, новое закинем. И начинает, значит, этот вопрос поднимать и смотреть, то есть есть ли они. И ты знаешь, что? У крыши есть крыша. Я это знаю прекрасно, ты не читал историю про перестрелку на восстание, нет? Нет, тоже из-за крыши же, крыша на пяти углах, кстати. Ну, это было на пяти углах. В ней участвовал один прекрасный человек, с которым у меня был ролик, и он меня попросил снести, потому что у него были потом разборки, это он стрелял на самом деле. Да, к нему приходили на крышу из крыши и хотели денег, а потом там еще масса всяких... Это вот просто к слову о том, да, как русская вот эта тоска находит свое отражение, понимаешь, в будке на парковке. Расскажи свое мнение про вот это. Я... Все, что касается игристых, почему, собственно, вообще ими нужно начинать? Легко, главное выбрать, чтобы это было не кислотно. Если вы не едите, если не едите, то это будет прям очень печально. Ну, просто элементарно затошнит, у кого изжог, вы очень быстро об этом узнаете, буквально после полубокала. Поэтому, чтобы не попасть в просак, проще, конечно, выбирать какие-то вот, да, истории типа вот этих вот бабл, там, сорта пиногриджили, там что-нибудь такое. В этом случае кава, мне, вот мне слишком много пузырей. Мне, знаешь, вот как газировку, ты открываешь, спрайт, делаешь первый глоток, и вот много. И вот от того, что много, а хочется потоньше. Вот-вот, вот это вот случается. Ну, в принципе, вот здесь вот моя жлобская тема, жлобская, не жопская. Жопская – это, в принципе, мой стиль жизни. А жлобство – это то, что из меня прет, когда я вижу красивых девушек, о чем, собственно, ребята, вы, конечно же, напишите. Ты мой маленький триггер, не будьте пуси-пуси-пуси. Хороший, он со мной краснеет, а я не ношу белья, понимаешь? Вот это секрет в этом. Ты же знаешь, что советуют психологи, ну, типа, женщины, которые такие, типа, со мной никто не знакомится, не знают, что делать. Они такие, мне надевают трусы. А они такие, а как мне это поможет? Они говорят, ну, типа, никто не будет знать. Но это, знаешь, как говорят, типа, носите красивое нижнее белье. А вот здесь даже там в мешке картошки ты-то знаешь, что у тебя там никто не снимет чулки. Пауза, потому что я не договорил. Короче, с 90-х годов я не могу воспринять напиток этот, хоть ты пей. А с чем связано-то? Ты его перепил? Нет, я его не то, чтобы перепил, просто мне никогда не вставлял. Вот, видишь? Ни по каким параметрам, ни по вкусовым, ни по психологическому. А какой напиток был твоим, пока ты пил? Моим, ну, конечно же, спирт разбавлен. То есть задача была в чем? Задача была проглотить и быстро получить эффект психологический. Тогда, конечно, мы не говорим про вина. Нет, потом я когда даже начал что-то по винам, более-менее, ну, не то, чтобы понимать, но, по крайней мере, меня угостили каким-то вином. И домашний коньяк, я помню, совершенно потрясающе. В том-то там человек налил из канистры. Я думала, это Крымский, ты его привозил. Нет, это более поздняя история, мы до сих пор не стоим дома. Поэтому вот так. Но я, видишь, я стараюсь проще подходить к вещам. Я вот из тех вкусно-невкусно. Ну, тут, знаешь, с одной стороны... Вот это вкусно. А с одной стороны, ну, там нет алкоголя, как это может быть вкусно? Понимаешь, кому вкусно? Ну, сюда можно... Тебе плюнуть ягера. Ребята, мне подарили такой охрененный бальзам, называется Шуя. Я хочу сказать, Ивановская область, ну, это просто огоньок. Там тоже трава-трава-трава? Да, но там, понимаешь, я много всяких бальзамов перепробовал где-нибудь. Трава-трава-трава. Но вот там вот он именно такой, вот это как раз мой... Вот то, чего мне не хватало вот в этом вине, мне иногда не хватает в бальзамах. Там оно есть. Вот какая-то такая... Вот этой травы, вот это... Такая терпкость какая-то... Ну, она горд... Они бы нашли, это бальзам. Да, но, может быть, ты алхиник в прошлом, в будущем. Человеческих душ. Смотри, он все ближе и ближе, понимаешь? Хорошо, что еще два заведения впереди. А не три, как я выбирала. А ты сегодня, посмотрите, как она оделась, а? Тебе психолог посоветовал? Да. Твой! Я говорю, как, понимаешь? Столько выпусков, а он все подаль. Она говорит, вот, мне надевают трусов. Я заберу вот этот бердыкин прекрасный. Да, можно расхватиться. Знаешь, да, как оно называется? Да, я помню. Меня это научили еще в Глазго, когда я первый раз попал там с какими-то профессионалами по пиву. Возьму себе классный прям, понимаешь? Можно повесить на лоб. У нас сейчас будет... У нас сейчас будет оргия. Не пропустите! Лайк, лайк, подписка, лайк, подписка. Так, опять начинается этот приятный летний дождь. Да, ну что, мы тогда идем на парковку. И я тогда предлагаю, раз мы сейчас поедем, да, я тогда предлагаю прервать себя. Да, да, да. Нажмите, да. И вернемся, потому что места в этот раз раскиданы. Друзья мои, я хотел на этом закончить, потому что во второй части оказалось, что один из баров был закрыт. Во-вторых, у нас там был косяк со звуком у Татьяны. Но я послушал и выяснил, что все это вполне возможно воспринимать. Конечно, с муками, с трудом и так далее. Мне пришлось задрать свой звук, чтобы мои тупые шутки были максимально акцентированы. Но я думаю, что вы сильные, вы смелые, вы взрослые, вы справитесь. И вот представьте себе, мы приехали, а они закрыты. Мы практически телепортировались. Так, а мой телефон где? Телефон у меня. А, это... Почему у меня нет айфонов? Благодаря. Because I lost my phone. Let me speak from my heart. Да, они закрыты, понимаете? Они закрыты. Поэтому... Идея была, значит, на улице Пионерская, вот там за спиной остался дом 2, показать вам заведение, которое позиционирует себя как винная йога, представляете себе. Но не знаю, что случилось у ребят, почему они закрыты. Они ушли в Нирвану, в Астрау. Они приняли позу собаки. И пошли... Ты знаешь, что сделать, чтобы стать крабом? Чтобы сделать, чтобы стать крабом? Для всех. А те, кто следует за моими сторисами, знают. Да, но я, к сожалению, не очень плотно следую. Нужно стать раком, идти боком. Ну, это чего? Тручок, что ли? Да, это я помню. Я просто хотел, ну, то есть, я подбирал какую-то шутку, но не понимал, что опять ко мне приходят в голову сплошные какие-то жлобские шуточки за 300. Я думаю, ладно, не буду я уж, так сказать, нервировать некоторую часть аудитории. Промолчу. Я, знаешь, как всегда это называю, знаешь, когда случается вот этот тандем разговоре, и почему-то всегда близкие люди, они переходят на какой-то газлайт, и твоя миссия на земле просто становится. Чем токсичней, когда ты звонишь, у тебя такие, хули надо, сразу с порога. И вот чем токсичнее, тем, понимаешь, тем ближе тебе роднее человек. В этом тоже прослеживается, что ты русская. Поэтому я всегда своим родненьким говорю обычно, я говорю, ну, чего, ответ смешной придумываешь. Да, но видишь, даже ты уже употребляешь слово газлайт. Естественно, я и трусов не ношу, у меня психолог есть. Потому что, ну, просто, понимаешь, для меня вот эти все, все равно, там, газлайт и прочее, это все равно новояз, хоть ты тресни. Ну, а как тогда назвать? Нет, я еще... Ну, давай, а как... Газлайт, тогда я нахожу. Газлайт? Они меня опускали, они меня шестерили. Ну, что там должно быть? Нет, ну, понятно, что английский язык, почему он так у нас входит сейчас в окончательно бесповоротный обиход, потому что он короче и емче. То есть там действительно одним словом, значит, можно... Ой, ты посмотри отсюда. Очень нравится. Да, 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 какая красота. Вот здесь у нас была просто потрясающая история. Здесь у нас был сквот на Лизе Чайкиной в 90-х годах. Ух! Что там только не было. Вспомнилось, да? Вспомнилось, да. Кто бы мне тогда сказал, что я приеду на машине, что я буду в бело-черном, буду идти с девушкой без галчера. Потому что такие мысли были у меня. Я, знаешь, когда должна была приехать на свой выпускной, ну, мечтала о себе в школе, когда-то была какая-то обидная ситуация, и я думала, ну, ладно, давайте, давайте. Я вот вырасту и докажу. Да, да, да. Подростковые вот эти штуки. И я, знаешь, на чем я должна была приехать на Крайсле или 300С, поэтому, если, мало ли, у кого-то он еще остался. Это мне кореш Жека звонит из Штатов, ну, где-то уже в нулевых, и говорит, Павелик, ты знаешь, на чем я сейчас езжу, и, знаешь, на 600-м Мерседесе купил у какого-то черного у меня. Кирштадт закрытый. Вот еще одно слово. Я знаю, кирштадт. Блин, они жрут же просто каких-то нереальных глитров и прочее. Мы сейчас будем проходить мимо Миража. У меня с ним тоже очень много сейчас связано, потому что... Мы уже поняли, что кино, кино у тебя просто какая-то... Кино, вино и домино. Нет, я работал главным редактором Срединческой газеты, и нам там было огромное количество проходок. У тебя отвалился звук. У тебя отвалился звук? Ты нам звук-то не порти. Я не порти звук. Я не порти. Вот, было огромное количество проходок, ну и, естественно, я ходил туда смотреть кинофильмы в сопровождении лица противоположного пола. То есть даже не люди они. Между прочим, в контексте дворянской лексики, люди – это слуги. Поэтому... Я и говорю, даже не люди, слава богу. Да, не люди. Противоположный пол. Да, противоположный пол, да. А противоположный пол, он же не доски гнилые какие-то, да? Ну, меня видишь, как вы... Он женщина. Как меня выясняется, меня и на доски тянет. Но не гнилые. Я-то не буду искать смешного ответа сейчас. Господи. Да, скота гнилая! Посмотри на себя. Сейчас опять скажешь, что мы много смеемся. А Россия для грустных не забывай, давай, рассказывай печальную историю. Да, и... Да нет, не печальные. Просто я посмотрел там очень много кинокартин. И самое главное, что вот я запомнил, был фильм Шахназарова, который он снимал как раз... А это был пик моего увлечения вот этим всем депрессионным терроризмом. И вот я иду на эту картину, которая там... Какие-то бешеные бабки на государственные деньги сняты. Значит, конь бледный или конь вороной. И я выхожу вот тут с таким опущенным ощущением. Мне дико все не понравилось. Я шел, знаешь, и было там где-то три человека в зале. В общем, как-то вот. А так вот просто как куда-то идти, так это, соответственно, либо Аврора, либо Мираж. У нас вот в основном с ними были всегда договоренности. Согласна. Но на сегодняшний день, если куда-то идти, ну, я однозначно предпочту Мираж и нас для этого рекомендуем. Потому что, во-первых, удобный квест, во-вторых, потрясающее обслуживание в зале. И это я проведу. Со стеклянной посудой. В смысле, во время киносеанса? Да, да, да. И оно прям, в общем, мне прям очень-очень нравится. К тому же, это точка протяжения с точки... Подожди, то есть ты приходишь и уже ешь прямо... Не, ну ты приходишь, у тебя вот кресло, ты кнопочки нажал, у тебя ножки поднялись. Поднялись. Это я все помню, ну, чтобы там еще... Кнопочку нажал, я принесли меню полноценное меню адекватного ресторана. Но, единственное, адаптация блюд все-таки в кинотеатре. То есть это все фингер-фукс. Слушай, ну, мне кажется, что... Ну, блин, ну кино отдельно, а еда отдельно. Я бы серьезно, еда. Ну, 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 не, ну, лучше, ну, лучше... Ты сейчас скажи, кино отдельно, секс отдельно. Какой вообще ты? Старый. Нет, ну, да, я старый. Нет, нет, я клянусь, я никогда, я никогда не ел попкорна в кинотеатре. Тебе было денежек совсем? Ну, нет, я был нищий, но не настолько, конечно, да. Но я реально, я не понимал этого. То есть я могу понять, когда ты смотришь там ютубчик под, ну, не знаю, под что-нибудь. Это да. Под тебя, например. Мы уже помним. Попкорн. Да, под меня. Ну, а вот кино, ну, фиг знает. Ну, кидайте у меня тапками, че. Патент, давайте просто пригласим его в кино, купим ему попкорн. Вот как раз снять сидит на диване красиво. Мы как раз вот и подошли. Мало того, теперь в Мираже слово паразит. Мало того, мне нужно с ним исправляться. О, добро пожаловать в клуб под названием «Собственно». У меня есть мое слово, любимое. Собственно. Собственно? Да. У меня раньше было отвратительное слово «вета». Вета? Ну, вета. Вета. Кошмар. Слава богу, что теперь... А как ты от него избавилась? Я подруга сказала о том, что очень некрасиво звучит, и я стала себя отлавливать. Мне очень же важно, мне кажется, для этого друзья и нужны, понимаешь, не только разлайтить бесконечно, но еще периодически говорить, у тебя усы. Где та подруга, которая скажет мне, что это некрасиво звучит? Ну, надо, может, друга завести, такого толкового. Да, вот. Русалочка. Посмотрите, послушайте. Да. Я хочу посмотреть русалочку, это гендерно-независимую русалочку. Гендерно-независимую русалочку? Там, нам с тобой налево. Да, давай. И в кинотеатре очень красиво внутри. Зайдите, обязательно посмотрите. И вот это заведение, Jungle Cafe, тоже очень напаливают по теме суши. Так, что? Еще, знаешь что? Тут же, тут же, буквально, на пьян. С тобой на рынок, что ли, идем? Это был рынок. Ну, я имею в виду, да. Мы идем на рынок шпур, если хочешь. Замок. Там же есть не ателье, а там химчистка. Одна из самых крупных и больших, которая уже миллион лет существует. Не водолей, случайно? Не водолей, да. И они чистят мех, в том числе. Чем очень славятся. Еще славятся конским ценникам, конечно, на химчистку. Ну, там, знаешь, один раз, когда ты цен не видела, не знаешь, как в моем случае случилось? Ну, очень красиво. Отдать туда костюм, все деньги. Ну, вот, вот, вот наше все. КБ, пластиковые стаканчики, и все, и норм, я считаю. Вот так вот надо, а ты меня вводишь по каким-то буржуйским этим... Это знаешь, для чего? Для чего? Был тут недавно... А, тут Свердловская набережная нет, я понял. Был недавно этот разговор, значит, в моей компании на тему того, что, значит, пить и с какой эстетикой. То есть, почему никогда не превратится мое употребление алкоголя в алкоголизм? Потому что я не могу сносить некрасивости. И мне когда некрасиво, то пьянка, то... Мне там не хочется быть совершенно. Поэтому мне нужно, понимаешь, я вот буду очень пьяной, могу быть, но очень красиво должно быть что-то. Короче, я понял, ты шпротным паштетом вот так вот пальцем не заедала. Да, ну, она не мила, она на закате, на свете, понимаешь, как угодно. Что же это такое? Должна быть какая-то красивость. На берегу очень тихой реки, на берегу самой Фраунской реки. Ты еще знаешь... Да, 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 я знаю, очень красивое окно, и там... У меня всегда возникал вопрос в ходе, там, не знаю, экскурсии, или просто гулять. Я обожаю заглядывать в окна. Я тоже, я тоже. Отличительные черта, любознательных людей. Это не гейзинг. Которых не били солью в жопу, понимаете? Суть в следующем, значит, что, например, помню, как произвело на меня впечатление, амстердамские эти окна, панорамные, большие. Да, без занавесок. Без занавесок полвиды, я знала, почему нет занавесок в Амстердаме. Но интерьер внутри было похоже на какую-то выставку дизайнерскую. Просто все было настолько красиво, эти гостиницы. Ну, потому что это же меккодизайн в Северной Европе. Ну, это же обязало, понимаешь, это отсутствие. Ты еще в Копенгагене не видела квартиры. Это приглашение? Слушай, там мне не понравился, горы скучные. Скучно, нет, мы с тобой в Париж поедем. Да, да, но не за мой счет. Ты так особо не... Денежки мы найдем. Да, 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 потому что мне, скорее всего, придется еще кого-нибудь везти за свой счет. Сейчас, денежки мы найдем. Да, ну, хорошо, заметно, детка. Короче, в общем, потом, приехав домой, заглядывая по-прежнему в окна, я думаю, почему вот человек висит, ладно, бедно, пускай. Ладно, нам нужно перейти. Ну, вот тут он стороннее движение, поэтому мы можем перейти вот в ту дырку. Вопросов нет к цене решения этого вопроса. Ну, вот висит у тебя штори на это наполовину, с дёрну. Ну, что ж тебе мешает, Акакий Акакевич, встать с дивана, понимаешь, даже не снимая халат? Это ты у меня дома не была. Я тот самый Акакий Акакевич. Вот-вот, здесь дырка есть. Не дырка, а отверстие, сейчас, казалось бы, Саныч, мой мастер в столярном училище. А тебе, значит, расскажи, пожалуйста, про рынок. Это же тоже? Слушай, ну, это, 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 это рынок, но это, я в основном здесь грустную историю рассказываю, потому что это был чёрный рынок во время блокады. Этого всего не было, это уже советы. Чёрный рынок во время блокады? Да, да, именно здесь. Ну, это было купить людей, чтобы что? Нет, не людей. Ну, нет, ну, нет, ну, в принципе, здесь же была толкучка, короче. Почему у меня остается чёрным рынком исключительно чёрный рынок? Нет, 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 чёрный просто, я не знаю, в курсе это или нет, но запрещено было официально, официально запрещено было, там, я не помню сразу ли, но запрещено было в Ленинграде торговать вообще, частно. Менять тему не будем, это часть нашей истории, я просто поизнаю, ты посвящается и дальше. А это сталинский ампир прям вообще в его полнейшей поставке. Мне кажется, Сталин бы просто сейчас опоперхнулся латте, потому что ты посмотришь. Что ты такое, он бы спрашивал, что ты такое, говорила, что ты такое, вот эти неоновые вывески. Значит, это храм еды, здесь три этажа, мы сейчас с вами пойдём вовнутрь, там будет просто музыка играть, возможно, будет не так комфортно, но само помещение и заведение доставляет мне неизгладимое удовольствие каждый раз, потому что я тоже ребёнка в детский сад рядом и привожу сюда завтра. Ну, а вечерами, с пятницы по понедельник здесь ещё и красный канал его испарил. Да, спасибо большое, люди отрабатывают рекламу очередную за 300 рублей. То есть, что ты думаешь о чем-то? Не, ну у нас уже есть мем про 300 рублей, я просто говорю, человек заработал 300 рублей. И, в общем, этот храм еды, трёхэтажный, а вот у него ещё один. О, а вы же даже ко мне ходили, я вас помню. Вот это уже не 300 рублей, это честные, это честные. Да, да, ну всё, приятно было увидеть. У меня отвратительная память на фамилии, имена, но очень хорошая память на лица, поэтому если человек ко мне ходил, а они ходили, кстати, ко мне не единожды. Ну, мне кажется, если говоришь, мы выше полотаж, если мы выше этого. Если ты запоминаешь ещё и имена, фамилии своих гостей, мне кажется, это уже пошло. Не, мне очень часто спрашивают, знаешь, там, ты помнишь такого-то? И я говорю, слушай, ну скинь мне типа там аккаунт или прочее. И когда аккаунт скидывает, я говорю, да, я его помню. А вот типа имя там, мне ничего не говорит. Помимо еды, напитков, это ещё и галерея. Поэтому, вот, человечки, через дебош. И коллекция обновляется. Моё место, это любимое, пожалуй, здесь, от того, что все так почему-то игнорируют зачастую. Здесь сидеть, а здесь тише всего. И на самом деле, то, что бывает в диспозиции, обсуждаемо, ну вот, последний раз, часа на три. У нас забыло обсуждение искусства. Мы уже не можем. Так что, да, ты мало того, опять мало того. Это очаровательный. Тебе дать? Мне это огнище, ты посмотри, да. Вообще. Киськи и сиськи, это наше всё. Я тебя приглашаю. Давай, наконец-то ты меня хоть куда-то пригласишь. Я тебя приглашаю в угол. Там ты будешь сидеть. Сиськи-попки-зажималки? А на третьем этаже ещё часть корта, и там стоят совершенно волшебные, как это называется? Ёлки. Нет, от каруселей. Мы же эмоционально, понимаешь, качели-карусели. Вот я их воспринимаю только в таком статичном положении. Поэтому пойдём, возьмём вина. А, сюда мы пойдём? Да, не можем пройти с вокалом. Будем собирать твоих подписчиков, поклонников твоего творчества. Будем искать тебе женщину какую-то нормальную. Нормальную? Ну, будет порядка. Слушай, у меня была история, когда мне одна из моих подруг сказала, когда я уезжал в другой город, вроде как на долгой жизни, она говорит, пообещай, Миша, у тебя не будет баб. Я говорю, не могу. Потому что если женщина немножечко того, это моё. Это моё. Да. А если она ещё и гнилая доска, это вообще моё сразу же что-то будет. Смотри, значит, ты помнишь место на парковке? Да, я помню. Вот место на парковке, если перейти дорогу, там есть винотек, который вот эти вот позиции можно приобрести. Чуть бюджетнее, правда, чем они здесь стоят. Но здесь есть смысл пить напитки по бокалам. И я хочу, коли красное больше нравится тебе, я хочу познакомить тебя с вином, которое очень нравится мне даже на Свердловской набережной. Божечки, давай. Очень секси. Да, давайте нам. Очень секси бокал, пожалуйста. Это как потрясающий красный экземпляр Шираза. Красный экземпляр Нам наливают красный экземпляр Ты хочешь быть ближе? Клаус, Клаус Мне что-то всё на каждую, это теперь у меня песня. Я отвечу вам песней. Да, сегодня я отвечу вам песней. Было-было-было. А это чья страна? Это Южная Африка? Расскажите, да, про вино, потому что, значит, я его страсть как люблю. Это такая, пожалуй, знаешь, рекомендация в заключении нашего поминада на тему, что вот если не знаете, там, с чего начать, чем рот побаловать, Very Sexy скрасит практически любой вечер. Я уверена, да, мне не останется равнодушным даже человек, который вообще не любит. Оно запомнится 100%. Во-первых, из-за этикетки. Нечасто такую встретишь. В неё можно потом поставить свечку. Да, конечно, да. В этом бутылочку можно потом сюда поставить? Конечно. А я правильно понимаю, что это просто вода? Да. Она даже питьевая. Ну, я догадываюсь. Можно нам эти этикеты? Да, The Very Sexy, да, действительно. Шираса. Ну, слушай, нюхай. Давай первый нос. Да, кстати, да. Тебе тоже сейчас. Отдай ей тоже первый нос. Оставьте его. Прям... Танечко. Да. Прекрасно. Да. А я пидорас. Прекрасный. Лучший. Лучший. Ну-ка, попробуй здесь. Сделай глоток. Знаешь, как? Берут глоток, чуть добавляют воздуха в рот. Это такая декоментация происходит во рту. Блин, это очень глоток. Очень. Итак, сегодня у нас под слоганом «Добавь воздуха в рот». Просто разбавь водой. Бля, да. Да? Да. Однозначно. Вот это мне нравится. Вот я хер знаю почему. То мне не понравилось, а это понравилось. Смотри, почему. То было. Вот здесь, вот здесь, да. Вот здесь все, что мне нужно. Итак, умы заключаем. Да. Павел предпочитает купажированные вины или с шелковыми тонинами. Потому что шураска какого-то. Да-да, ёпта. Смотри. Просто есть. Сурсурдопереводчик. Есть, значит, в чем, да. То есть, что тебе не понравилось в первом мене? Тебе в первом мене, который мы пробовали, тебе не понравилось, что связало рот? Ну, я говорю, не, 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 то, что мне связало, не, ну, тут тоже оно вяжет. Но оно обволакивает, да, вот это вот? Вот эти вот. Я говорю, там вот была спиртяга. Вот у меня чувствовалось. Я так это выражаюсь. Ну, у меня свой высокоинтеллектуальный. Согласна. Значит, есть? Таким образом, то есть, если однозначно хотите хорошее вино, которое понравится, попробуйте. Оно стоит в розницу в винотеке две с половиной, да? Ну, две с половиной, две семьсот, там, что же такое? Здесь оно сколько стоит? Семьсот рублей за бокал, а за бутылку? Шесть бокалов, это бутылка. Шесть бокалов бутылка. То есть, прямо так, дорого. Но, тем не менее, вот, если, если на пробу, если берете это вино, вам оно нравится, то потом, в последующие разы, когда приходите, говорят, я хочу, чтобы был вот бархатный эффект. И поверьте, кавист, там, да, или сомелье, или кто будет в заведении, он подберет что-то, чтобы оближить тебе рот. А потом и душу, я тебя уверяю, выталкивает на твоих... Слушай, если он подберет то, что мне оближит рот, а только-только рот облизать, это может... Смотря, куда нальешь. А в следующем выпуске я покажу тебе... Куда наливать? Куда наливать, чтобы было облизано. Чтобы было облизано? Я думал, ты мне приведешь кого-нибудь, кто будет облизывать не только рот. Я не буду придумывать смешной ответ. Да, один-один. Я сама хотела. Да, это тебе за краба. Ну, смотри, как мы с тобой сегодня, понимаешь, нас объединило новое увлечение. Не все тебе латы, не все тебе коктейли. Вспоминай мираж, надо вспомнить песню. Музыка нас вязала. Прекрасно была группа. Можно расплатиться? Слушай, ну да, это очень клево. И оно еще подышит, постоит. Это будет прям идеально. Дыши, дыши, детка. Я тут, короче, в синагоге купил кошерное вино. Чтобы было чуть-чуть ближе к той цене, как винотеки, я вам сделаю большую скидочку. Получится 630 за факт. Ой, это очень любезно с вашей стороны, но мы, честно говоря... Нет, бутылку мы не будем забирать. У нас другие планы. Нет, ну это очень мило, но конкретно в данном случае мы бы, в принципе, и не рассчитывали на это. И знаешь, если сейчас кто-то напишет, что этот жлоб еще и вокал на троих тянет... А, да-да-да, напишет, напишет, напишет. То, значит, я этим предлагаю сразу. Берете, значит, пластиковую посуду, вот это вино и отправляетесь на Твердловскую набережную. Встречаемся там. Нет, ну это отдельная каста людей. Это как раз, мне кажется, те персонажи, которые немножечко не догоняют кое-чего. Но что же делать? Ты знаешь, вообще, есть же золотое правило отношения к людям. Каждый пусть дрочит, как хочет. И не будем мешать. У меня есть такой ролик, я размещу... Да, у меня есть коротенький ролик. Он называется... Английские ученые выяснили что-то там. Вот. И я там на берегу Сестрорески такую, значит, штуку делаю. Экспандерами. И говорю, каждый дрочит, как он хочет. Это то, что почему-то для большинства людей недоступная какая-то сука истина. Ну, как бы отвалите от всех. Пусть они... Пока это не нарушает кодекс уголовный. Это то, с чего мы начинали. То есть, когда знакомится человек, и до тех пор, пока в твоем безумии не участвует кто-то третий, или кто-то, то все... Да, все, ты растаял. Таня, я хочу с тобой в Париж. Смотри, главное в танец для этого. Не, на самом деле, это очень возможно организовать зиму. Просто туда надо ехать... Знаешь, когда? Я тебе хочу сказать... Я тебе могу научить, когда надо ехать в Париж. В конце января. Зима. Это будет... Это у нас зима. Нет, я имею в виду зима, но понимать, понятно. Там это такая осень. Я слышу, и открыто вообще... Туристов мало, цены чуть-чуть подсели, везде спокойно можно сесть и так далее. Я сколько раз ездил в конце января, я никогда не обламывался. Я думаю, что, знаешь, полноты картины ради можно вообще собрать... Почему бы снова тебе не собрать какую-то группу экскурсионную, тем более... Нет, экскурсионную я не хочу, но я готов... Ты раньше собирал? Нет, я раньше собирал, потому что мне зимой надо было как-то перебздить. Сейчас мне не надо, потому что ко мне люди даже зимой ходят. Вот. Ну и потом сейчас логистика, ты же понимаешь, какая, да? А если мы с тобой еще полетим через Ереван... То тогда я, возможно, все-таки выйду замуж за Давида. Да, мало того, что тебе там ни один Давид не даст за себя заплатить, они там очень чепетильные на эту тему. Я же рассказывала... Там не дают платить за себя. Я не достала дошелек. Я ездила на Новый год, не помню, сколько лет назад. Я ездила к другу семьи, но, естественно, меня представили всем друзьям, всем родственникам, во всем квартирам. Я не дали... Не то что... Я даже мне казалось, они, знаешь, подходят, я просто отворачиваюсь купить воды или что-то такое. У меня там просто били по рукам в прямом смысле слова. Не-не-не, там... Ты что, там вообще тема такая, что типа не дадут заплатить тебе и потом еще оплатят соседние столы еще. Короче, армяне это... Сережечка, Яроляна, большой тебе привет. Сереж, здравствуйте. Да. Либо мы можем лететь через Стамбул. Не надо. Давай через Ереван. Нормально же вообще, ты что-то начинаешь. Зачем Стамбул? Ну, понимаешь, люди не понимают контекста, поэтому... Мы можем... Потому что в Стамбуле... Да не понимают, да не понимают, почему я должна отчитываться. Мы говорим, что хочу через Ереван. Хорошо, но мы можем попробовать это организовать, на самом деле. Давай попробуем. Я думаю, что это замечательная идея. Ты знали? Видите, как вино объединяет людей? Посмотрите, если вы пьете, значит, вино в компании, всегда эта компания, она куда-то помещается, собирается. А если им слегка за 30? Слушай, ну там есть нюанс. Мне надо будет еще одного, я хотел человека взять. Нюанс? А Ирочка будет против. А что Ирочка будет? Будешь против. Будешь против. А, да, я буду против. Она будет против. Там есть у нас еще один человек. А мы Иру тоже берем? Ну, Ладно, это вы там решаете. Да, это мы сами тогда решаем. Вы наше с собой? Нет, нет, нет. Не нам, я не люблю вам. Вы наше с собой? Ты нормальный? Вот я как давно так сижу? Не знаю. Ну, вообще-то у нас работе если что-то слышно. Я надеюсь. Твоего? Да. Ну, я надеюсь, было слышно в вашем микрофоне. Да. Все, спасибо большое. Спасибо. То здесь есть смысл, конечно, в субботу, воскресенье, там остаться, потому как есть тусовка внутри. Ну, и в общем само место большое, объемное три этажа, все дела. Поэтому, милост, прошу. Мы, Татьяна, мы оставляем ссылку на вашу запрещенную социальную сеть? Мы оставляем ссылку на мой инстаграм, ибо только инстаграмом я пользуюсь в качестве, например, сбора заявок на экскурсии, ибо ничего другого, никакой социальной платформы я больше не использую. Я использую еще теперь Пашу, потому что меня можно найти через Пашу. И у Паши можно взять не какие-нибудь там экскурсии, а эксклюзив. Паша, это я. Да, на самом деле, друзья мои, ну, я буду отдельно об этом объявлять, это крайне стильно, модно, молодежно, популярно, но все к тому шло, действительно, мы, скорее всего, организуем агентство авторских экскурсий, мы не единственные в городе. Да, их есть несколько у нас, поэтому, когда это все оформится, а это уже скоро все оформится в некую платформу, вы об этом узнаете первыми, и у вас будет возможность заказать даже меня, хотя я конкретно не люблю, не люблю. В скором времени будет открыто агентство самого Павла Перцев. Свете Софитов мы приглашаем вас посетить наши экскурсии. Вступайте, садитесь в эту лодку любви, которая никогда не разобьется о скалы. И с этой прекрасной финальной речью... У меня должна была быть немножко другая причастность, ты должен быть калач. Как калка? Как женщина-зайская. калач. Еще знаешь, какая есть интересная штука? Вот там вот напротив красного Эти глаза? Нет, здания красного кирпича Solid называется заведение, и это бильярдное. О, божечки, кошечки. Так, ну ладно, друзья мои, вот на фоне этих дынек, а это дынек, да? Ну, у тебя могут быть дынки, я вижу... Да, мы с вами распрощаемся, значит, я напоминаю, что у меня экскурсии идут, будет, кстати, концерт у нас, если тебе нечего будет делать 30-го числа вечером. Я буду в городе 30-го. Заходи в аннотеку, я там буду в ярком петухе петь песни всякие разные. Ты же мой петух. Я же твой петух, я же твой пятый шар. вот. Я приду, я буду в говно, в печали и в пальто. Вот, это идеальное сочетание, да. Ребята, не упустите шанс. Единственное, я буду извиняться, может быть, я не смогу уделить тебе столько персонального внимания. порядочная еще раз здравствуйте. Я порядочная фаворитка, понимаешь, просто ждать и смотреть влюбленными глазами. Я на всех могу так смотреть. Да, да, да. Если ты так же хорош, как он. Да. Значит, ну, не унижай моих подписчиков, не надо, чтобы вы были... кроме Сергея. Сергей, вам здравствуйте. Да, да. Не надо на меня ориентироваться, ориентируйтесь. Всем, всем. Да, а первое число это будет в Москве концерт. Ну, экскурсии идут, анонсы там внизу. Значит, по всем вопросам к Тане тоже вот там ссылка есть. Оставляйте комментарии. Извините, если там со звуком был пиздец. Да, да. Пока.